Изгнание Адама и Евы из рая Адам и Ева не послушались Бога, и Он изгнал их из рая. Это случилось так. Господь разрешил им есть плоды от всякого дерева в саду, кроме плодов от дерева, которое называлось деревом познания добра и зла. Бог сказал, что если они ослушаются этой заповеди, то умрут. Но сатана, враг Бога и людей, решил погубить Адама и Еву. Однажды он подошел к Еве в облике змея и сказал. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Ева ответила. Плоды от всех деревьев мы можем есть. Но только плодов с дерева, которое находится посреди рая, Бог не велел нам есть, чтобы нам не умереть. Тогда змей, желая посеять в сердце Еву сомнение в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря. Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Когда Ева после слов змея посмотрела на дерево, оно показалось ей хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным, потому что давала знания. Она сорвала с него плод и съела его, и дала есть также мужу своему, Адаму. И сказал Бог Адаму. За то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, то проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Господь изгнал Адама и Еву из прекрасного сада, и они не могли больше возвратиться. Так произошло грехопадение первых людей. По слову Бога, они умерли духовной смертью, а затем и физической. Духовная смерть значит, что прерывается духовное общение с Богом-творцом. Но Бог уже тогда обещает спасение всему человечеству от греха через Его Сына Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok